Мы находимся в ювелирном доме Эстет, где проходит 15-й юбилейный сезон Эстет Фэшн Вик. Этот сезон приурочен к юбилею 80-летия Вячеслава Михайловича Зайцева. И где, как ни здесь, в блеске и роскоши отпраздновать свой юбилей. Посмотрим, что же здесь сегодня. У каждой недели моды свои официальные партнеры. Какие официальные партнеры представлены именно здесь? Компания называется «Серебрян век». Это творческая мастерская. Мы занимаемся авторской одеждой. Мы делаем аксессуары и авторский костюм. Моя подруга непосредственно занимается шляпами. Это Андре де Пари. И вот эти шляпы, которые мы сейчас мерили, они сделаны из высококачественного велюра французским художником Андре. Эти модели мы делаем с 1993 года. Они все изумительные, поэтому очень хорошо смотрятся, кстати, на женщинах. Потому что очень продуманная форма головных уборов. Мы стараемся наших женщин сделать красивыми. Это очень хорошая цель сделать их красивыми. Я тем более как колорист. Я занимаюсь дизайном одежды очень давно. У меня природный дар. Я очень чувствую цвет. И стараюсь дать такие консультации на выставках. Особенно подобрать цвет и форму. Потому что это как раз основное, когда мы правильно выбираем цвет и форму. Вот это и есть вкус. Скажите, а вы лично впервые здесь на эстет? Именно в этой выставке я впервые. А так, в принципе, мы очень много участвуем в выставках разных. К сожалению, у нас, конечно, чисто художественных не так много в Москве проходит выставок. А в конце 90-х, в начале 2000-х мы очень много ездили именно за границей. Мы были в разных странах. Это была и Франция, это была и Дания. Даже были и в Латинской Америке, и в Германии. В общем, много объездили стран, но в основном с работами только. Ну и такой вопрос. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно. Вы могли бы дать какой-то совет? Как правильно подобрать себе головной убор? Да, с удовольствием, потому что головной убор отобрать, в принципе, несложно. Достаточно просто не забывать про пропорции своей, потому что чаще всего я сталкивалась с такой проблемой, когда подходит крупная женщина. Но первое, что она берет, она берет маленькую шляпку. То есть это, видимо, инстинктивно. Она хочет себя уменьшить. На самом деле нужно следовать пропорциям лица. И цвет. Это очень просто. То есть нельзя, понимаете, если человек уже очень крупный, то маленькую шляпку, конечно, не надо подбирать. То есть шляпа должна быть, ну, максимум она должна быть с асимметрией. Чтобы дать... Есть такой термин, который называется «не подходит по массе». Вот, понятно, да? Не по размеру, а именно по массе. Поэтому, или наоборот, если женщина очень маленькая, то, соответственно, ей нельзя крупную модель подбирать. Вот и все. А цвет, да, существуют такие, знаете, по цвету это тоже, в общем-то, не сегодня придумано. Это цветотип. Есть женщины осень, есть зима. Но, как правило, чаще всего это бывают смешанные цветотипы. Вот я, например, себя отношу к летнему и немного к зимнему типу. То есть мне подходят более холодные оттенки, чем теплые. Вот, понятно, да? Да, конечно. Конечно. А, может быть, вы тогда посоветуйте вот лично мне, чтобы мне подошло? Вы вообще относитесь к летнему и весеннему типу, поэтому вам более светлые. Вот, например, вот любовь к черному цвету наших дам меня тоже иногда очень удивляет, потому что черный и белый – это два контрастных цвета. И когда вы называете на себя черный цвет, то есть он вас поглощает, вот лично вас, например, понятно, да? То есть вам, если вы любите черный, то лучше тогда приглушенный, более разбавленный – это моренго. Или коричневый цвет такой, холодный коричневый подойдет. То есть вот такой вот совет, наверное, оптимальный для вас. Спасибо большое. Синие тона, кобальтовые тона будут хороши, если из ярких, вот тоже вам будет очень красиво. Цвет глаз, который чаще вспоминают про цвет глаз, это неправильно, потому что вокруг глаз очень много лица. Это цвет кожи лица. И если правильно выбирать, то это, конечно, цвет волос – это ваша масть, и цвет кожи лица. Это вот как бы основные факторы. Да? Да. Мит, отель, хорошо. Сейчас попробуем еще, правда? Да. Сейчас попробуем еще, посмотрим. Так, цвет хорошо. Цвет имеет где-то сирене теплый. Вот, кстати, Адрина, вывернитесь, у вас как бы декор нашлят с сиренушками сработали. А еще, кстати, между прочим, мы должны быть, чтобы мы сняли лимит. Ну вот, я сейчас покажу вам. То, что мы делаем непосредственно, это ускальные наши работы, которые мы делаем. Это роспись по шелку. И каждый платок вот такой, он в единственном экземпляре. Вот, видите? Даже набросив вот на себя вот какой-то вот такой вот, видите, вот, в принципе, это дополнение к шляпу, к аксессуару. Вот так. Сколько? Да. Очень здорово. Как по Франции мне говорили, да, вот мы работали, когда на выставке в Ницце, вот французы, они большие ценители, но покупатели они никакие. Они говорили так, у вас уникальные вещи, вы стоите на рынке. Это нам делали такие комплименты. Вот, и, кстати, такие вот большие шарфы, их элементарно можно превращать совершенно в маленькие. Вот, сейчас я, Аделя, чтобы не заботиться в ваших волосах замечательных. Вот, и с помощью вот таких шарфов, да, очень красиво, можно декорировать. Можно так. Да, создавать разные образы. Абсолютно. Это можно, да, можно превратить хоть в маленький шейный платок. Вот, модель, кстати, каждая шляпка имеет свое название. Вот, эта модель называется Мюзетта. Вот, смотрите, вот такая. Ну как, модель Мюзетта называется? Да. Ну вот, бери, это вам хорошо. Вам вообще маленькая? Эта модель называется Охотничья. Мюзетта, к сожалению, в последнее время все меньше, любят более брендовую одежду, но это совсем другая история. Мне кажется, есть какое-то недопонимание, что вот эти вещи действительно чисто эксклюзивные. Вот, и вот такие даже туники. Это тоже очень удобная форма, то есть, которую можно надеть поверх всего и сразу превратить свою одежду вот в более, какая-то, такой вот, вариант вечерний. Яркую, праздничную, да. Да, праздничную, вечернюю. Вот, которую также можно использовать подняв. Например, можно превратить, вот, завязать. Это только не обязательно с платьем надевать. Это можно и с джинсами, вот, с брюками. То есть, это вот использовать... Вообще, эклектика, она очень интересная. То есть, можно по-разному... Самое главное, правильно подбирать цветы. А вообще, эклектика, это очень интересная вещь, потому что все стили можно смешивать. Вот, то есть, в этом нужно просто немножечко разбираться. Спасибо.